Всем привет дорогие друзья, с вами Итхуха Йога и сегодня у нас шестой долгожданный обзор на LEGO Marvel Avengers, а вернее не обзор, а анализ своего подвида. И многие спрашивают, где четвертая часть? Четвертая часть называет все подтвержденные персонажи в LEGO Marvel Avengers. Это и есть четвертая часть, ребята, для тех кто искал, но мы перейдем к самому делу. Во-первых, насчет группы ВКонтакте, я тут дизайн немножко обновил, новую аватарку сделал, новую обложку для группы, опросы буду проводить по-различной, так что заходите обязательно в группу. Ну а мы перейдем к самой игре. Ребята, мы дождались, наконец-то дождались для лицушников, наконец-то игру добавили в Steam и она теперь доступна для предзаказа. Это выйдет игра 26 января 2016 года, как и говорилось. И вот скриншоты, которые вы все уже не раз видели наверняка. Эти скриншоты самые такие популярные, которые не раз показывались уже точно. Ну у нас тут персонажи, которых уже и так показывали. LEGO Marvel Мстители, вот так русская обложка выглядит. И предзаказ 24 доллара 99 центов стоит. Предзаказ LEGO Marvel Avengers, что такое предзаказ? То есть вы покупаете игру заранее до ее выхода за месяц, за два месяца, за полгода, как у меня было с GTA V. И вы просто ждете, пока она выйдет, но она у вас уже есть в библиотеке. И наверняка во многих играх за предзаказ дают всякие бонусы, типа DLC паков и так далее. Тут также дают бонус за предзаказ LEGO Marvel Avengers Deluxe Edition. Вам дают LEGO Marvel Avengers саму игру. Еще и сезонный абонемент Season Pass. И что он дает? Сезонный абонемент это такая штучка, которая дает вам абсолютно... Ну, например, для LEGO Marvel Avengers. То есть вам не надо будет покупать DLC паки в будущем. Этот сезонный абонемент просто вам абсолютно все нововыходящие DLC паки открывает, вам будет бесплатно. То есть все новые DLC паки, которые, возможно, выйдут летом, там, не знаю, ближе уже к этим фильмам про Marvel. Возможно, которые выйдут осенью и так далее. То есть штук пять DLC паков наверняка, как и с Бэтменом третьим, выйдет. Все они достанутся вам бесплатно. Будут просто бесплатно вам доставаться. Это очень выгодно, ребята. Так вы будете потратить на DLC паки около 15 долларов. А тут вы потратите... Смотрите, главное, сам LEGO Marvel Avengers стоит 25 долларов, если округлить. А тут 24 и 28. Даже Deluxe Edition на несколько процентов дешевле стоит. Ну, потому что со скидкой. Скидка заканчивается как раз таки 26 января до предзаказа. Это и есть бонус за предзаказ. А сам, если отдельно покупать сезонный абонемент потом, если вы уже после игры захотите купить, то 7 долларов это немножко дорого. Так что намного легче купить, конечно же. Вот это вот. Это очень выгодно. Вы не представляете, насколько это выгодно. Я обязательно предзакажу. Мне просто сейчас денег особо нет. Но я обязательно предзакажу, ребята. Тут уже без вариантов. Я ее предзакажу. Итак, что у нас тут есть? Поддерживаемые языки. И интерфейс у нас будет на русском, английском, французском, итальянском, немецком, испанском, датском, нидерландском, польском и бразильском языке. Звучка у нас на английском, французском, итальянском, немецком, испанском и бразильском, естественно, языке. Звучки на русском языке не будет. Ну, вы поняли, почему в LEGO играх никогда ее не было. TT Games у нас разработчики. Тревор Остейс. И вот они, системные требования этой игры. Я не знаю, отличаются ли они чем-то от LEGO Marvel Super Heroes или от того же LEGO Batman 3. Чтобы проверить, потянет ли у вас эта игра, сейчас я вам даже покажу. Так, давайте описание. Мстители, собирайтесь. Популярная серия видеоигр LEGO Marvel. Вошла новая динамичная игра о приключении супергероев. Присоединитесь к команде Мстителей LEGO Marvel, сыграйте в видеоигру с персонажами и сюжета из фильмов и других художественных произведений. Сыграйте за величайшек супергероев, которым предстоит спасти мир. Вот так вот у нас это все выглядит. Игра доступна для предзаказа уже в Steam. Многие уже предзаказали, но я предзакажу обязательно чуть позже. Давайте я вот системные требования вот так вот выделю в скриншот и оставлю их здесь. И напишу тоже LEGO Batman 3, которая у меня есть в Steam купленная. И сравним с ее системными требованиями, а потом вы уже сверяйтесь. Так, вот так вот я сделаю. Так, минимальные системные требования. Dowcore. Так, оперативная память. Да, видите, тут, там надо было 2 гигабайта минимально, а тут 4 гигабайта минимально. Видеокарта. Так, GT. Да, видеокарту тоже. Системные требования. Ой-ой-ой, как повысили, это только минимальный. DirectX теперь нужен 10-й версии. Место на диске, она будет на 4 гигабайта больше, 14 гигабайт. И, то есть, а на ультра-настройках сколько у нас все? Intel i5. Ультра-настройки тут ничего не поменяли, да. Как мы видим, ультра-настройки абсолютно те же, как и в LEGO Batman, только на памяти. А вот минимальные настройки, ребята, для тех, у кого слабые компьютеры, я вынужден вас разочаровать, так как если у вас, возможно, иногда лагало в LEGO Batman 3, бывало такое то, что FPS падало и так далее, то я вас заверяю, LEGO Marvel Avengers вас не потянет. Обновляйте комп, делайте что-то с этим. Она у вас точно не потянет. Если же у вас хорошо шла LEGO Batman 3, то, возможно, потянет. Если же у вас отлично шла LEGO Batman 3, то 100%, ребята, потянет. Сверяйтесь с LEGO Batman 3, можете скачать ее с торрентой. Если она у вас есть, с ними скачивайте со стима, проверяйте. Ну, а высокие настройки ставьте в настройках. В общем, проверяйте. Чуть выше системы требований будут, чем в LEGO Batman 3 минимальные, а рекомендованные будут абсолютно такие же. Ну, естественно, в игре будут достижения, пока их не раскрыли. Совместная локальная игра, естественно, на одном компьютере мультиплеера там и не будет. И не говорилось про него. Мультиплеера вообще нигде не было в LEGO играх. Естественно, поддержка контроллера геймпада. Все с этим ясно. Все, ребята, переходим дальше. Так, ребята, это уже YouTube. И я нашел, вернее, я знал этот канал. Называется он Game Unboxing Reviews. Иностранный канал чувака одного, который тоже снимает про LEGO игры. Да и не только про LEGO игры. В общем, у него дофига. Но в основном он LEGO Marvel. Видите, у него даже наставки. В основном, действительно, чувак снимает LEGO игры. На английском языке он американец, либо, не знаю, кто-то англичанин, либо американец. Одно из двух, скорее всего, американец. И давайте мы будем смотреть с выключенным звуком, так как он просто будет на английском нам это рассказывать. Давайте он, я английский довольно-таки хорошо знаю. И давайте я просто буду кратко говорить о чем там говорится в ролике. И, возможно, что добавит. Возможно, он что-то больше меня знает. Ну, вот почему он поприветствовал. Я тоже рассказал то, что он сейчас расскажет в этом видео про DLC-паки, про тот же сезонный абонемент. Он сказал, поехали. Вот она, первая картинка, первый DLC-пак, который у нас тоже будет вместе с предзаказом, самый первый, который уже можно будет сразу и приобрести. А если вы предзаказ делаете, делюкс-версию, то он у вас, естественно, сразу же будет, как и другие DLC. Этот DLC-пак называется Громоверчцы. И он добавляет такую команду анти-супергероев. Это как бы злодеи, которые притворялись героями. В них входили множество опасных злодеев, таких как Зеленый Гоблин, Мечник и так далее. А вот этот DLC-пак добавляет таких злодеев, как Атлас, Маш-5. А во вселенной Марвел он еще известен был как Абнедженскинс или же его псевдоним Жук. Ну, наверняка вы его знаете, если вы фанат Марвел. Певчая птица, или как ее там зовут, не помню. Метеорит Техно Йолит из Ситизен-5. Вот эти у нас, получается, 7 персонажей в одном DLC-паке. Насчет миссии пока что неизвестно, возможно... Ну вот, он тоже сказал, что если вы предзакажете игру в Стиме, либо где-то еще, вам автоматически этот DLC-пак дается в подарок как бонус. И теперь, как бы, мы знаем, какие персонажи точно будут в этом DLC-паке, и они на вашем экране. И вот этот Ситизен-5, который у нас и стоит. А, или это не Ситизен-5 стоит, точно я не знаю. Давайте загуглим. Да, ребята, это он у нас стоит, получается. Да, это он. Вот он, Ситизен-5. Этот чувак. Это и есть Ситизен-5, который вот он у нас чуть ниже выделит. Так, если это вы предзакажете с какого-то определенного сайта, то вам вадут в подарок еще и фигурку. Лего, настоящую фигурку, вам вышли по почте, скорее всего, ее как-то. Фигурку железного Центуриона, это броня железного человека, одна из версий брони. И настоящая, не поддельная, не китайская фигурка Лего. Ну, тоже как бонус. Но в Стиме, если вы предзаказываете, конечно, вам такого бонуса не будет. Ну, просто если вы предзакажете с того сайта, то это не факт, что вообще придет, я не знаю. Хотя, наверняка придет, потому что просто долго ждать и намного дороже выйдет. Я уверен, на рублей 1000 или на рублей 500 точно дороже выйдет, чем можно было приобрести эту игру. Ну, он говорит то, что он любит, когда в игру добавляют всякие дополнительные задания, вот DLC-паки, короче. Так что это клево очень. И вот, у нас три картинки появились. Так, и там также про второй DLC-пак, называется он The Avengers что-то, что-то, что-то. Давайте я сейчас гляну. А, ребята, кстати, у нас есть скрины с Капитана Вселенной, которые у нас будут. Он выглядит очень эпично, смотрите, он светится в темноте. И я уверен, он будет стоить больших монеток, больших денег в этой игре. Ну, в смысле, внутриигровых денег, монеток вот этих вот. И, надеюсь, у него будут крутые суперспособности. И вот он, да, этот пак. The Avengers Adventure Chapter Pack. Вот у нас Капитан Америка в каком-то водолазном костюме стоит. И вот. И он говорит то, что пока еще неизвестно, получите ли вы этот DLC-пакс при предзаказе. Но я его... При предзаказе в стиме вы его точно рано или поздно получите. Но он имел в виду то, что получите ли вы его сразу 26 января вместе с выходом игры. Возможно, он выйдет чуть позже. Он говорит то, что не знает, добавят ли новые уровни. Наверняка их добавят, потому что название Дьюти Пака очень эпичное. Но новых персонажей парочку точно добавят. Капитан Америка в космосе. Капитан Америка в подводном водолазном костюме. И Гиперион. Вот, я вспомнил, как его зовут. Он был у нас в мультсериале «Мстители. Общий сбор». Для тех, кто смотрел. Я смотрел лично два сезона. И смотрел я, правда, до 18 серии. Потому что 18 серия, наверное, на момент моего просмотра была последней. И сейчас уже вышла 20 какая-то серия. Я еще все еще не смотрел эти три серии. Но я обязательно как-нибудь посмотрю. В принципе, очень интересный мультсериал. И какой из них Капитан Америка в космосе, какой из них Капитан Америка подавас, я точно не могу различить. Но различия есть. Видите, вот если присмотреться, то и у него и... Тут немножко в цвете различия есть. И Гиперион. Это что-то типа Супермена, возможно. Вариант код Марвелского Супермена. Он говорит то, что возможно у Капитана Америка в космосе есть что-то на спине, какой-то портфель или рюкзак, который позволяет ему что-то летать или что-то. Но он пока точно не знает об этом. Он говорит, ну, конечно, лучше узнать все это прямо 26 января во время релиза игры, чтобы сейчас особо не спойлерить. Но все же... Он говорит то, что ему не нравится то, что очень одинаково выполнили дизайн этих двух персонажей. Он говорит то, что еще не показывали ни одного геймплейного видео под водой именно. Да, действительно не показывали еще и как это будет выглядеть. Но надеюсь, что в свободном мере можно быть под водой, чтобы это ничего не говорили. Говорили про то, что быстро бегающие персонажи, как Ртуть или Скорость, могут бегать по воде. Больше ничего не говорили. Он говорит, что он бы очень хотел в свободном режиме использовать Капитана Америка в водовазном костюме, чтобы под водой как-то нырять. Там, возможно, тоже какие-то золотые блоки, головоломки. В общем, просто в свободном режиме подводный мир немножечко добавит. Не прям масштабный, но хотя бы чуть-чуть. Он говорит то, что если Капитан Америка в космосе сможет встать, то это будет очень клево. Он говорит, что самое главное в этом DLC-паке Гиперион, и я с ним полностью согласен. Это один из самых недооцененных и самых мощных злодеев вселенной Марвел. Он говорит, что это самая главная причина в этом DLC-паке, чтобы получить Гипериона, самый такой офигенный. И у нас... Ага, у нас еще есть третий DLC-пак, который, возможно, идут слухи, но я не знаю. Возможно, это слухи, возможно, нет. И вот такой вот Железный Человек в сером костюме у нас здесь. И... Я, честно говоря, не знаю, не слышал еще о третьем DLC-паке. Он говорит то, что, возможно, этот DLC-пак будет намного лучше, чем DLC-пак вот этот вот там, где два Капитана Америка и Гиперион. Он говорит, чтобы получить этот DLC-пак, нужно приобрести сезонный абонемент, то есть вот это вот Deluxe Edition предзаказ в стиме. Ребята, очень выгодная цена, действительно, берите, потом, возможно, подорожает, и потом отдельно вы... Deluxe Edition вы сможете только за 26.98 взять, на 2 доллара дороже. 2 доллара, конечно, не особо большие деньги, но все же, берите по такой цене, это очень выгодная цена. Он говорит то, что его можно привезти там на Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii и в стиме, естественно. Вот в стиме мы и смотрим. Он говорит, ну, в первую очередь мы видим здесь арт вот такой вот, ну, это же, конечно же, не скриншоты из игры, это именно арт выполненный, возможно, это будет как обложка для DLC-пака, это Железный Человек в космическом костюме своем, один из его вариантов, а там их много очень. Он говорит, очень прикольно видеть его в таком костюме и так далее. Он говорит то, что он бы очень хотел, то, что добавили бы вот этот костюм Железного Человека, когда зажимаешь кнопку выбора персонажа, вот как в Лего Бэтмон 3 было, и выбирать костюм. Да, Тони Старк так будет уметь делать в Лего Марвел Эвенджерс, он бы хотел, чтобы вот когда Тони Старк выбирал вот костюм, этот костюм был так же вместе с ними, а не как отдельный персонаж. Я бы тоже хотел, было бы намного удобнее. Он говорил то, что именно анимацию хочет посмотреть, как Тони Старк одевается в этот костюм и так далее. Ему нравится этот дизайн, это выглядит очень клево. Ребята, и также мы получаем либо с этим пакетом, либо еще что-то, я не понял точно, но переслушивать... Давайте переслушаем. Вот, это относится к вот этому DLC паку с Железным Человеком. Вы получаете вот этих двух замечательных персонажей, это Железный Человек в подводном костюме, вот так он будет выглядеть, и Железный Череп. Для тех, кто смотрел так же Серьяв Мстителей Общий Сбор, он практически весь Серьяв, начиная с третьей или со второй серии, когда он забрал костюм Железного Человека с первого сезона, прям все два сезона был в этом костюме, то есть полностью из Мстителей Общий Сбор. Этот костюм взят, полностью этот персонаж оттуда. Он говорит то, что вот этот DLC пак ему больше нравится, чем тот DLC пак с Капитаном Америкой, двумя версиями и Гиперионом, то что тут есть два Железных Человека очень крутые, тоже космический костюм, подводный костюм и Железный Череп. А, и еще, плюс ко всему, к тому, что вы получаете доступ ко всем DLC пакам в будущем, ну и в настоящее время, еще плюс идет к сезонному абонементу, то что вы получаете еще дополнительных четырех персонажей, которых нельзя будет никак получить кроме этого сезонного абонемента и пять новых дополнительных уровней, которые тоже никаким DLC пакам не купишь. Вот, черт. Он считает то, что большинство из этих четырех персонажей наверняка будут лишь костюмы для основных персонажей. Ну и куда более хорошая новость, то что добавят пять новых дополнительных уровней, да. И вот он как раз таки сравнивает с LEGO Batman 3, то что сравнивать LEGO Marvel и Super Heroes и LEGO Batman 3, то действительно игра сделала за один год огромнейший прогресс. Напоминаю, LEGO Batman 3 вышла в ноябре 14 ноября 2014 года, насколько я помню, а сейчас у нас уже 2015 год и уже игра то выходит в 2016 году, по факту даже полтора года почти прошло с выхода LEGO Batman 3, почти полтора года. И наверняка должны были очень улучшить игру, то есть LEGO Batman 3 и LEGO Marvel даже по системным требованиям видно то, что игра очень изменилась в плане графики, в плане геймплея, в плане персонажей. Он бы хотел, потому что действительно игра тоже шедевральная в плане графики. А, и один из DLC паков, который мы получаем только с сезонным абонементом, а возможно его будет отдельно купить, я честно говоря не знаю, это агенты щита Marvel. Это сериал от компании Marvel, естественно они с кем-то там снимают, честно не знаю. Я этот сериал, ребята, не смотрел, к сожалению, времени нету, я ни один сериал Marvel не смотрел, но планирую посмотреть, у меня есть в планах посмотреть. Сериал говорят очень клевый, там всякие штучки про агентов, там всякие агентские штучки действительно крутые. Ну естественно это щит, это Фил Коусон, Ника Фьюри тут по-моему в сериале так особо не показывает, а вот этот чувак не похож случайно ли на Дуэйна Джонсона, нифига себе. Только не говорите, что Дуэйн Джонсон в вселенной Marvel, да нет, вроде тут нет такого ничего. Ладно. Ой, блин, я на паузу случайно поставил, он говорит то, что действительно было бы очень интересно посмотреть, какие же персонажи будут, особенно для фанатов этого сериала. Для фанатов вселенной Marvel это любой персонаж, чем больше персонажей, тем лучше, а именно для отдельных фанатов этого сериала будет очень интересно узнать, какие же это персонажи будут и пока что действительно неизвестно, какие точно будут, эта картинка это просто взята с интернета, то есть не факт, что все эти персонажи будут в игре, возможно какие-то другие персонажи будут в игре, ну естественно Фил Коусон, мне кажется, вот эта версия какая-то другая в его костюме естественно будет, мне кажется это 100%, и там основные герои, кто у нас, я честно говоря никого тут не знаю, кроме Фил Коусона, или как его узнал, отсюда, это по-моему не Мария Хилл, не знаю кто это честно, а это у нас Мокинг Бёрд, это, о, все ясно, она у нас по-моему Лего Марвел Эвенчерс и так есть, но возможно у у меня будет специальный костюм Agents of S.H.I.E.L.D. А, смотрите, еще этот, а, еще добавят DLC-пак, о, DLC-пак добавят, который добавляет версию из комиксов и версию из фильма, ой, версию из комиксов и версии из фильма Черные Пантеры, наверняка этот DLC-пак выйдет уже ближе к выходу фильма Мстители Противостояния, который у нас, напоминаю, выйдет по-моему, 14 мая 2016 года, возможно я что-то путаю, вы если что поправьте меня в комментариях О, и также добавит он Доктора Стрэнджа, также версию из фильма его, но наверняка это тоже уже будет ближе к выходу фильма или после фильма даже, а фильм у нас выходит во второй половине 2016 года, то есть, следовательно, еще целый год ждать, почти что, да, долго ждать Капитан Марвел у нас вообще фильм выходит в 2018 или 2017 году, так что тоже долго ждать, е-мое И Поверители Зла, вау, это уже прикольно, я вообще не слышал, что фильм Поверители Зла выходит, нифига себе Так, ну информации касательно фильма я не нашел вообще, возможно такого фильма не будет, но... Да, Поверители Зла действительно очень огромное количество различных суперзлодеев и крутой Диуси Пак получится Он говорит то, что возможно в этом Диуси Паке Поверители Зла будет либо 7, либо 8 злодеев, ну его личное мнение Возможно будет 7 членов Поверителей Зла И, как вы помните, мы получили Диуси Пак Суицид Склад, это отряд самоубийц, интересно, он у меня куплен, Суицид Склад, это он, да, вот, нифига, я его не замечал, это этот Диуси Пак Суицид Склад, нифига, я его честно не замечал, я просто не такой большой фанат DC Marvel, ой, DC Comics, да, вот, действительно, Суицид Склад, и мы получили его 3 марта 2015 года, да, спустя полгода после выхода игры мы его получили, и так что, да, действительно, может быть и так, участников команды, дра, да-да-да-да, да, вот, в общем, я скайп открыл случайно, по-моему, блин, нет, не открыл мне он говорит то, что было бы очень интересно посмотреть на именно уровень в игре, связанный с Поверителями Зла он говорит то, что наверняка в этих трех Диуси Паках про Доктора Стрэнджа, Черную Пантеру и Капитан Марвел, там просто добавятся новые версии из фильма, то есть, возможно, способности быть немножко другие, но, в основном, все то же самое будет, и всего по одному персонажу добавить, это возможно, еще не подтверждено, просто слухи, это слухи, ребята или, возможно, добавить еще злодеев из фильма, скорее всего, мне этот вариант больше подходит, так как добавлять Диуси Пак за сколько-то там долларов ради одного персонажа в другом костюме, это получается полным бредом, слышится, и лучше, конечно, для ТТ Геймс было бы добавить именно со злодеями различными из фильмов, и так далее, было бы действительно, намного эпичнее О боже О боже, он огромное количество раз появлялся, вот этот самый первый Капитан Марвел, сейчас я вам покажу его даже, вот он, то есть, вот такая вот версия, то есть, то же самое, мужчина, он и был самым первым Капитаном Марвел, вот, это его версия, тут все ясно с ним Давайте просто подождем и посмотрим, все, ребята, с этим видео все закончено, надеюсь, вам понравился мой перевод, перевод достаточно офигенно, а тут просто чувак показывает скриншоты, так что заговорить будет нечем Так, тут у нас скриншот, где-то Ни Старк прыгает в каком-то странном, так, это у нас скриншоты, кстати, не из ПК-версии, вы не волнуйтесь насчет графики Согреты с Vita и FreeDS, это консоли Nintendo и Vita, так что, насчет графики не волнуйтесь, просто тут показывают игровые уровни Ну, естественно, вот этот кадр будет, вот это будет, да, ну, в ПК-версии тоже все это будет, но намного с улучшенной графики, там все будет совсем по-другому Так, вот это вот будет, так у нас дискотека будет, когда Локи, ой, Хаук будет Локи бить об землю, помните? Вот у нас будет уровень с ртутью, где тут автобус едет, нужно будет ртутью забирать всех жителей, это прикольно будет Вот у нас костюмчики Железного Человека, также у нас версия для Nintendo FreeDS будет и все, нету больше у нас ничего Так, вот новая информация, краски в группе про Dragon Games вышла И в сезонный абонемент входит более 40 новых персонажей, 5 из-за поточек новых уровней В основном произведениях об агентах Щ.И.Л. Да, то есть все эти 5 уровней будут из агентов Щ.И.Л. А также классических комиксов, Хоу Чёрной Пантери, Доктор Стринджик, Псен Марвел, Поведителях Зла И владельцы сезонного абонемента получат персонажей Исследования Мстителей Исследования Мстителей выйдут космический Железный Человек, подводный Железный Человек и Железный Череп В приключения Мстителей выйдут подводные, космические Кэпы и Гипперион Системные Требования, ну то есть все, что я вам зачитал, действительно в этой группе появилось Просто тут устные варианты, я вам, ой, тут письменные варианты, я вам устные варианты все кратко пересказал Хотя кратко, 31 минуту, но прошлая серия у меня вообще была 50 минут, так что я более-менее кратко И вроде бы остальных геймплейных роликов не вышло, давайте я все-таки поищу Так, в общем я искал, искал и вроде бы ничего не нашел из новых роликов, которые я бы что вам не показывал Есть два новых ролика, я сейчас вам покажу Так, надеюсь, если админные Лего Геймс или участники Лего Геймс вот этой группы смотрят Ну я тоже участник этой группы Вы не будете против, что я показываю ваши материалы Авторские права остаются полностью за вами на эту группу Ваша группа, я ничего про нее не говорю, действительно хорошая группа с хорошими новостями Я просто их показываю для тех, кто еще возможно не видел и смотрит видеороликов Вот эти вот видео я вам не показывал, но тут ничего нового особо не показали Показали геймплейс за дьявольского динозавра, я сейчас вам его и покажу Тут он на немецком говорит, я не хочу На немецком нет смысла переводить, я немецкий не знаю Так, тут они разговаривают, вот летают Вот у нас, вот это я по-моему не показывал бы Сорви голова у нас тут, дает квесты А, мы это смотрели, ребята, мы это смотрели Вот это вот, помните? Фин фон фон большой и так далее Какой-то другой ролик мы не смотрели, я помню Может вторую часть мы не смотрели с вами Так Просто посмотрим Я просто помню, что какой-то из системы не смотрели Вот как это будет выглядеть, кстати Возможно я вам не показывал Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двадцать, тринадцать Четырнадцать костюмов Только минимально будет для Железного Человека Это минимум Это уже точно подтвержденный костюм А не считать с DLC паками и так далее Возможно и считать, я не знаю точно По-моему этот ролик я вам не показывал Вот он в своем доме находится В Малибу из всех трех фильмов Железного Человека Вот как дом этот выглядит Пепропот у нас Немножко изменилось У нее теперь коса длинная есть Головоломки Вот по-моему это видео я вам не показывал Ничего особо нового не показали Вот список всех персонажей Уже точно, которые будут в игре Но еще добавят, я уверен Большое количество персонажей Халк, Пепропот О, кстати у нас по-моему тут Стоит как раз таки Если я ничего не путаю Кролик из фильма Помните в Железном Человеке 3 Тони Старк подарил Для тех, кто смотрел Тони Старк подарил ей Большого кролика Который даже не помещался в дом Ясно Так, ну тут мне показывают Опять геймплей Так, тут они падают В Нью-Йорк Персонажи Вот что у нас умеет делать Халк Так это вот Прыгать сразу же Вот так вот просто Офигенно Ртуть у нас умеет Бегать по стенам Ну мы все это видели Вот что у нас еще умеет делать ртуть Я не знаю Это способность была или что Как флеш умеет он вращаться На месте Ну по стенкам это вот Так вот прикольно это выглядит Ну мы это все видели Стэн Ли Вот способности Стэна Ли Тоже довольно прикольная вещь Он умеет бегать в два раза Конечно медленнее чем ртуть Но все же довольно быстро бегает Сильно других И вот так вот у него тоже выглядит Это менюшка Он может превращаться Либо в Стэн Ли Халка Либо в Стэн Бастера Вот Стэн Бастера Он вот так превращается Стэн Бастера вот так выглядит Так, что у нас дальше А бомба в игре есть Есть Джессика Джонс И вот он дьявольский динозавр Вот так он ходит Прыгать умеет естественно Да, и сила его офигенная Просто одним ревом Уничтожает машину Да, это мощно И он и мальчик Вот так можно На него садиться Они могут вместе кататься Не знаю дает ли это Бонус передвижению Или что-то Вот такой терзачок Под всеми персонажами Эвенджерс Немножко не знаю Мне кажется Не очень смотрится Но зато они С одной стороны Не теряешь Своего напарника Или своего персонажа Если ты один играешь А с другой стороны Когда вы с другом Если играете задним компьютером И играете в свободном ружьем Я один раз Ой, не один раз Я частенько играл с другом В прятки в городе И я ему говорил Типа найди меня Типа ты не найдешь меня А теперь из-за этого значка Все видно Так, но это не тот геймплейный ролик Я вам хотел показать На что-то другое Сейчас я вам покажу Просто найду Ребята, если я ничего не путаю По-моему, это этот ролик И вот это вот мы видели Все Вот Так, вот Скверил герл Эта женщина Девушка-белка Джессика Джонс Что у нас тут Показывает Женого человека показывает Как он летает Туда-сюда Блин, не знаю Я не помню Уже смотрели мы этот геймплей Или нет с вами Но ничего Лишний раз Посмотрим Да, вот Посмотрели мы это Про девушку-разбойницу Про Асгард Мы смотрели По-моему О, мы ребята Мы это смотрели Да, мы это смотрели Про Сальви голову Тоже Да-да-да-да Хотел показать геймплей Именно за Сальви голову Я где-то смотрел Блин Тир Искать Правда Ужасно Долго придется Возможно Здесь Нет, это самый первый ролик Вообще Двухминутный Навряд ли это Вообще-то Ну все Нету Так нету Ладно, ребят Простите Все, что было Я вам показал Я просто хотел Показать Даже если Здания Наверху Нету И просто Уметь летать Как Человек-паук Это новая способность Сальви головы Это все, что я вам Хотел показать Видео К сожалению Пока найти не могу Как только выйдет Но выйдут Новые глобальные Новости Для Лего Эвенджерс То я вам Обязательно Буду снимать Новые анализы И Когда уже выйдет Демо-версия Естественно Я запишу Обзор демо-версии Конечно И Вы пожалуйста Присылайте мне В группу ВКонтакте В комментарии Там не знаю В обсуждении Я даже На ваших глазах Сардам обсуждение Сейчас Вот Давайте обсуждение И Возможные Нововведения Блин Как пишется Словно Введение Ясно Нововведение В Лего Марвел Эвенджерс И Вы заходите Пожалуйста В мою группу ВКонтакте Ссылочка Всегда В описании И Пожалуйста Давайте будем Обсуждать Лучше Я вам Отвечать буду На каждый Комментарий Обязательно И будем Писать Возможных Персонажей Которые Могут Добавить Возможные Способности Кто бы что Хотел Чтобы добавили Какие Локации Возможного Кто бы Чисто Пофантазируйте И напишите Здесь я вам Буду отвечать На идеи Самые лучшие Идеи Прокомментирую В следующем Анализе И Так Я напишу Так В общем Я настрочил Немножечко Тут И От имени Сообщества Я создаю Эту тему Прямо сейчас И Все ребята И Поехали Вы Пожалуйста Пишите В Я Ссылочку На это Обсуждение Оставлю В описании Обязательно И Не забудьте Пожалуйста Комментировать Это самое главное Пишите Свои мнения У каждого Каждый человек Имеет Свои мнения Возможно Кто-то Хотел Видеть Человека Паука И вы Хотите Видеть Все Естественно Кто-то У меня Спрашивал В комментариях Про костюмы Человека Паука Добавят Если Человека Паука Вообще Своим мнением Пообщаемся В общем Это именно Тема Лего Марвел Эвенджерс А с вами Был ваш Любимый Ютубер Возможно Для некоторых Мне уже Многие Это писали Спасибо вам Огромное За поддержку Скоро У меня целых 10 тысяч Подписчиков 10 тысяч Людей Которые Подписаны На меня Это Это Огромнейшие Цифры Спасибо вам Огромное Надеюсь К этой Цифре Мы подберемся Как можно Быстрее Ну и Еще раз Говорю Как только Выйдут новые Трейлеры Новые Нет Трейлеры Это уже Наверняка Точно Не выйдут Новые Возможно И выйдут Новые Подробности О демо Версии Появятся И так далее Я обязательно Запишу Шестой Анализ Возможно Анализов Будет Примерно Около Семи Или Восьми Я точно Не знаю Сколько Получится Записать Но Семь Или Восемь Примерно Точно А с вами Был Эдхо Всем Удачи